чик 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 всем привет вы на канале крипто comments и сегодня мы как всегда с вами поговорим немного про bitcoin и про другие криптовалюты ну что хочется сказать 100 дней до халвинга у нас осталось 100 дней 5 часов примерно то есть халвинг запланирован примерно на 12 мая 2020 года но все это может еще немножко уехать потому что зависит от того как быстро будут блоки на майнин и вот что это такое все представляет bitcoin халвинг это происходит каждые 210 тысяч на майнинг блоков уполовиниваются награды для майнеров то есть если майнеры сейчас получают по 12 5 биткоинов за найденный блок то после халвинга они начнут получать по 6.25 монет что по идее по сток туфлоу модели должно подбросить цену минимум вдвое как показывает история это подбрасывать цену больше чем вдвое в десятки раз вот поэтому сейчас конечно ставка у многих на этот халвинг и спекулирует что вот цена биткойна должна вырасти чтобы не манить ниже розетки но как показывает практика она может вырасти и после халвинга а непосредственно в халвинг может быть и дамп так что будем осторожны но в любом случае нас ждет криптовесна и все позеленело начало отстреливать так что сейчас посмотрим что там что с рынком вот семидневный перформанс на coin360 ком видим что все темно-зеленое что очень хорошо то есть биток вот у нас 12 процентов эфир 13 за неделю бачи 21 за неделю без в кстати уже назад пошел лайткоин 31 процент за неделю и из 16 кардана вон 29 в общем есть движение эфир classic хорошо очень попер тут не видно сколько он за неделю но я думаю что много вот теперь смотрим месячный перформанс но месячный перформанс вообще шикарный смотрите bitcoin за месяц дал 35 процентов но это правда с точки глубокой просадки в целом да если ловить дипы то bitcoin дал 35 процентов эфир 43 light 74 satoshi vision 200 процентов дал bitcash 100 почти вот такие расклады dash тоже дал нормально 190 процентов за месяц как-то так чё эти си не вижу сколько процентов до сутки 3 процента эти си хорошо пошел вверх тоже вот так что чё тут говорить то так если посмотрим часовой перформанс туда вот все красненькое чуть-чуть то есть в интернете ословить ну особо нечего сейчас надо рассмотреть ситуацию макро тренд как бы в макро лонг собственно давайте рассмотрим эту ситуацию хаулинг у нас на носу до в середине мая вот у нас ну coin market cap все тоже самое здесь все зеленое многие альты даже более зеленые чем биток в общем сейчас не буду на это тратить ваше время и свое пошли на графике сразу bitcoin к доллару логарифмический график за всю историю что значит здесь примечательно давайте пока уберем все индикаторы вот и мой риббон который я вам так пиарил индикатор он очень хороший но сейчас он пока нам не нужен моего даже удалим потому что мы сейчас нашли индикатор гуппи про который мы сейчас с вами поговорим весь англоязычный крипто youtube трубит про этот гуппи про то что он никогда не ошибается но я решил заценить в чё чё же это такое изучил сейчас вам все покажу давайте обычная рыса и вернем сюда еще вот не запускаем это рысой значит перед нами недельные свечи график логарифме за 10 лет ну вот он история битка откуда тут есть пить из биржи битстамп самая долгая на трейдинг и вот она берется у начала в 2011 году здесь то до этого не было я нарисовал это торги были примерно такие типа как тестовым токеном грамм сейчас то есть но не было короче их особо перту пир торги были вот но не суть короче вот нас история битка мы видим что в долгую мы всегда растем можем прочертить вот так трендовую который будет идти даже сквозь все медвежьи рынке все равно отбиваемся одна и выходим выше вот по этой модели как бы мы должны смотреть вот так вот и цели по этой модели у нас куда-то сюда в район 300 500 тысяч долларов но когда это будет может в следующем году может через несколько лет вот эта линия это холдинг и мы сейчас к ней вплотную приближаемся предыдущий холдинг был примерно вот здесь цена выросла до него и продолжила рост после него поза предыдущий холдинг был соответственно примерно вот здесь цена тоже выросла и до него и после него продолжил рост то есть сейчас холдинг у нас вот здесь то есть по логике это и цена и сейчас будет расти и после него будет расти и мы перебьем all-time high наконец-то вот мы уже пытались его перебить дошли до 13 с чем-то тысяч и откорректировались до 6 с чем-то вот но что тут посмотреть во первых очень прикольный был еще чувак точнее есть чувак бенджамин коэн он что рассказывает про вот этот вот сумасшедшие вот эти наши два года последние да вот это вот иррациональное движение цены то что она вот так вот ходим были на ранее 6 потом падали на 3 потом отрастали обратно на 13 14 и сейчас опять в районе 6 что он сделал он сделал сделал вычел грубо говоря средние значения из этого дампа из этого пампа ну типа как средний скользящий и у него получилось примерно такая вот короче история вот то есть грубо говоря мы все это время просто находимся в фазе накопления в районе 6000 находились и сейчас из нее ровненько выходим ну типа как вот здесь было вот но тут нам просто морочили мозг вот этим супер мега дампом где все продали вот этим супер мега пампом где все купили то на самом деле это не что иное как обычное накопление флэт вот это раз теперь погнали по индикаторам ну что самый попсовый вариант это недельная магдишка недельная магди внимание внимание и опа недельная магди пересекается только что вот на ваших глазах это о чем нам говорит вот посмотрите недельная магди когда пересекается после этого все дают взрывной рост вот здесь она пересекалось вот ушел взрывной рост когда она пересекается наоборот в красные соответственно падение вот мы видим здесь тоже на пересекалась было падение то и сейчас магди указывают больший сигнал на покупку и РСАЙ тоже не дели мы увидим что скорректировался развернулся и смотрят опять наверх. Но самый интересный индикатор здесь – это вот этот гуппи. Короче, это супер средняя сетка скользящих. Она, по сути, как и MA Ribbon, только их две, видите? Одна серая, другая зеленая. Ну, точнее, суть в чем? Когда серая пересекает зеленую, она сначала сереет, а потом становится красная. И наоборот, когда серая пересекает обратно красную, она сереет, становится зеленая. То есть это как бы двойное подтверждение. Если эта серая не продолжилась, не вернулась обратно в красную, то после этого серая уже будет долго зеленая. Короче, просто посмотрите на график. Вот как этот индикатор отрабатывал себя. Как только он загорается зеленым, мы в диком булране. Потом дальше, смотрите, он долго ждет конфирма, показывает в медвежьем рынке красную, но уже под конец. И дальше, только после серьезного конфирма, он опять показывает, ну, после подтверждения, он показывает опять зеленое, и мы опять в бычьем рынке. И вот сейчас у нас самое смешное, что на недельках, ну, вообще, вот эта вся коррекция, мы как бы даже из зеленого не вышли, видите? Мы даже серыми не стали. То есть в целом он показывает, что это дальше бычий тренд идет. А на дневках, все смотрят его на дневках, на дневках так вообще красота. Смотрите, он тоже так же никогда не ошибается, не суетит. На дневках, вот посмотрите, всегда было зеленое-зеленое, красное-красное, да, вот мы видим. Видите, даже здесь на таких диповых свечах он остается зеленым. То есть он не реагирует на вот эту быструю фигню движения цен на памп и дамп вот эти резкие. Вот, и здесь мы видим, что да, было красное, потом он развернулся, было зеленое, и на дневках вот эта коррекция, она все-таки красное, в отличие от недель. Ну и что мы видим, что только что он позеленел на дневках, что говорит нам о потенциальном очень хорошем росте, устойчивом. Вот, потом, ну что тут можно сказать? На биржах, если посмотреть, сейчас те же там 15-ти минутки какие-нибудь, вон, 5-ти минутки, то как бы шорт уже напрашивается. Это как раз меня и настораживает. Смотрите, вот давайте 30-ти минутки возьмем. Вот, на 30-ти минутках, вон, какие прострелы. Часовик даже возьмем. Ну вот, да, на часовике, видите, мы так хорошо выросли, сейчас все шортит начинают, прострелы. Вот, и не забывайте о том, что на дневках и на недельках, ладно? А то смотрите, вот этот мега суперпамп или там какой-то дамп сейчас локальный интродейн, его даже не видно отсюда, понимаете? А если мы сейчас улетим резко на 12 или на 14к в интродейн, это будет просто выглядеть, как будто подносите еще три монитора сверху, понимаете? Можем и вниз, конечно, также уйти, но тут ставки уже очень сильно смещаются в сторону лонга, вероятность. Так что, вот что, мой план такой. Ну, по эфиру все то же самое, давайте глянем. Вот мы видим эфир недельки. Магди бычий перекрос. Перекрос так всех Магди. Вот, Магди бычий пересечение. На недельках, правда, у эфира вот этот вот гуппи, он еще даже не позеленел. Видите, он красный с коррекцией еще 2018 года. Но на дневках он также позеленел, как на битке. Вот, на дневках, видите, только-только началось зеленое. Тоже после глубокой коррекции. И здесь он себя отрабатывал вот в мае, в июле. Так что сейчас, в принципе, жду вот такого серьезного роста. Не жду сейчас каких-то серьезных коррекций. Локально шортить со стопами никто не запрещал, но не вижу сейчас смысла глобально шортить у дна. Потому что, я говорю, там писали в чатике, там ребята шортят. Даш, еще что-то. Я говорил, не надо шортить у дна. После этого все улетело еще на 50-100% вверх. Ну, зачем вы шортите? Даже со вторым плечом вас бы ликвиднуло, либо стопы все сбрело. Поэтому шортить надо уже, когда вот мы на очередном цикле, когда уже ваша бабушка будет спрашивать, как купить эфириум. Вот вы ей продадите его с плечом. А сейчас пока надо лонговать и быть очень осторожным. Сейчас как раз такая тема, что FOMO и FUD, FAD, как правильно это, короче. Ну, короче, сейчас все боятся лонговать, на самом деле. И это очень хороший знак от того, что надо лонговать, на самом деле. Но аккуратненько по школе. Вот. Я уже сам десять раз выпрыгнул из лонга. Со стопами тоже. Переводишь стоп в тейк. Без убыток, без убыток в тейк. Тейк выбивает. Перезаходишь опять. Вот. Поэтому, ну, как бы, аккуратненько здесь надо. И стратегия следующая, смотрите. Берем спотовую биржу. Binance какой-нибудь, тот же самый. Да, у нас тут есть замечательный маржин 5x, в котором мы можем набирать, грубо говоря, такие холодные лонги. Вот. Значит, что мы делаем? Мы на Binance набираем лонги только. Ничего не шортим. Набираем лонги от уровней. Вот надо посчитать еще, в чем лучше набирать в USDT или в BTC. Насколько я понял, в BTC плечо набирать дешевле, получается, в разы. Причем. То есть набер. Вот. Так. Это у меня просто мой второй аккаунт. Я на нем еще даже не торговал на этом. Вот. Здесь в чем прикол? Давайте посмотрим. Borrow Repay. Да. Вот мы можем у биржи занять, получается, биткоин либо USDT, смотря к чему мы хотим лонговать альты. Если мы хотим биткоин лонговать, то мы занимаем USDT и лонгуем биткоин к USDT. Если мы хотим альты лонговать, мы можем их лонговать и к USDT и к биткоину. Так вот, смотрите, биткоин в час стоит вот столько. Можем посчитать с вами. Берем вот это число. Вот. Получаем 0,01% в день. Умножаем на 30. Получаем 0,3% в месяц. Умножаем на 12 на год. Получаем 3,6% годовых мы за биткоин должны биржи. Если мы год висим в лонге, допустим, то мы 3,6% с этого лонга должны биржи. Но это, кстати, нормально. Теперь тоже самое по тезеру считаем. А тезер стоит у нас вот столько. Как мы видим, дороже USDT. Вот. То есть, если мы лонгуем к доллару, соответственно, мы больше должны биржи. Сейчас посмотрим с вами сколько. Умножаем на 24 часа. В сутки 0,02,7%. Умножаем на 30 дней. В месяц 0,82%. И умножаем на 12 месяцев. Вот. Итого 9,9. 10 почти процентов годовых USDT мы должны будем. Вот эту цифру надо держать в голове, короче. То есть, плюс-минус 5% в BTC. Чуть меньше, да. И плюс-минус 10% в USDT. В принципе, нормальная эта цифра. Небольшая. Значит, нас интересуют долгосрочные лонги здесь с целью, как минимум, там, 100, 200, там, 500, 1000%. Вот. Соответственно, для нас этот процент, ну, как бы он невелик, даже если они поднимут ставку. Главное рассчитать все риски, потому что даже в третьем плече, если вы наберете сейчас на всю котлету и оно на 30% сходит вниз, то вас закроют по марджину. Поэтому очень аккуратно все рассчитываем. Теперь стратегия. Смотрим. Значит, мы здесь можем, грубо говоря, там, ну, условно говоря, 0,2 BTC залить и на один биток набрать. Альтов в лонг. Соответственно, мы сейчас можем набрать эфира, там, по 200 долларов, там, пока он, да, дешевле даже. Того, сего, рипло, там, по 30 центов. Ну, я округляю специально в выше сторону, потому что сейчас помпануть может. Вот. С целью сбыта этого всего добра в разы дороже. То есть, цель такого лонга, в принципе, как минимум, конец этого года, а может быть и следующий год. Вот, хватит ли яиц у вас держать такие лонги, я пока сам не уверен, что у меня хватит, но он даст иксы точно. Ну, представьте, что вы сейчас берете здесь, скажем, эфир по 200 баксов. Ну, допустим, вам биржа дает взять там на 2 эфира реальных, вы берете там 10, да? Ну, по 100 с чем-то даже. Вот, когда он взлетит хотя бы на 1000, да какая, ладно, на 500, на 500 баксов он взлетит на 600, ладно. Это будет 3 икса. Вот. В этом плече, которое вы набрали, это будет вам уже 9 иксов. Вот и считайте. Вы один этот эфир продадите и рассчитаетесь им за все остальные эфиры. Понимаете? С биржей. Как-то так это работает. Вот. Но в таком лонге, когда находясь, самое сложное – это терпеть просадки. Теперь давайте поговорим об этом и о второй части стратегии. То есть, окей, вы поняли, да? Мы берем Binance как спотовую биржу. Ну, можно и Poloniex, можно и Kraken, там кому что удобно. Именно спотовую, не деривативную. То есть BitMix, Bybit для этой цели не подходит. То, что там дорогие комиссии, больше плечета – это именно для интродэ. Сейчас объясню как. Значит, смотрим на историю графиков, они всегда себя повторяют. Представляем, что мы находимся сейчас где-то в начале нового бычьего цикла. Давайте отмотаем назад, да? Вот, эфир к доллару, допустим. Вот. И что мы делаем? Вот мы набрали здесь лонгов, да? Да. Ну, вот, допустим, вот мы сейчас где-то здесь. Мы набрали лонгов. Оно пошло все наверх. Мы их держим, не снимаем. Понимаете? Очень захочется. Вот, грубо говоря, вы взяли эфир тогда, да, посмотрите, шестнадцатый, семнадцатый год. Взяли вы эфир по восемь, по девять долларов. Он пампит до девятнадцати, вам уже хочется закрыть. Ну, в принципе, правильно, да? Вы половину сделки закрываете, уже отбились, типа, а половину оставляете. Или начинаете шортить, и вас выносят, смывают остальное все. Вот. Соответственно, ни в коем случае не шортим. Мы просто, и даже не закрываем эту гребаную сделку, потому что смотрите, что дальше было. Он взлетает до пятидесяти, потом до сотки, потом до четырехсот. Помню, это как сейчас, вон. Соответственно, ваша цель держать, грубо говоря, вот с десяти условных до четырехсот. Понятно, что никто так не сделает, но вы усреднитесь хотя бы, исходя вот из этого графика, по этим ценам, да, мы смотрим просто как пример. Хотя бы вы по двадцать вот вошли бы, да даже вот по сорок, и выпрыгнули бы даже по, я не знаю, по двести. Это все равно пять иксов, понимаете, вот это движение взять. Вот. Поэтому, что делать? Держим лонги на Binance, вообще не вынимаем. Рассчитываем риски, аккуратно об этом детально более в следующих обзорах. Рассчитываем риски, докупаем лесенкой, плечо подключаем только снизу, как если, допустим, сейчас входите без плеча, если сильно ниже уйдет коррекция, там подключаете уже плечом, потому что мы верим в рост, да, мы верим в этот гупи, в холминг, в это все фундаментал, ну и в конце концов уже два года падали, сколько можно. Дальше что мы делаем? Мы держим, даже если все влетает в десять иксов, мы закрываем часть сделки на Binance и держим дальше, потому что мы ждем вот такого. Вот. А в чем заключается вторая часть стратегии? что мы хеджируемся на том же BitMix или на Bybit. В общем, пока мы стоим в таких лангах, вот смотрите, допустим, мы стоим в таких лангах, и вот цена сходила вот так, я рисую красным, давайте желтым, чтобы было понятно, что это в будущем. И вот цена сходила так, и вдруг начала мешкаться что-то раз за это самого, и раз, и вообще вниз пошла. Да? M. Market Maker. Market Maker взял и нарисовал вот такое M. M. Market Maker. Они часто такой паттерн, кстати, рисуют. Паттерн Market Maker. И потом-то все равно понятно, что наверх пойдем через какие-то вот такие. Но если они так рисуют, в этот момент мы не должны что делать? Паниковать правильно. В этот момент мы не закрываем с вами наши лонги на Binance. Они так и висят. Они висят, потому что ждут вот туда. И вот туда, вот туда они ждут. А в этот момент мы просто берем и хеджируемся, и на байбите, и на битмиксе шортим. Но шортим с короткими стопами. То есть, что делаем? Пока рынок начинает вот такие коррекционные движения, мы не лонги свои прикрываем драгоценные, а мы просто понимаем, что окей, есть конфирмация, двойная вершина какая-нибудь. И мы берем с коротким стопом, вот здесь у нас короткий стоп, встаем в десятом каком-нибудь плече, в двадцатом на свой страх и риск, и ловим вот это движение. Вот. Дальше что мы делаем? Если мы его поймали, нам повезло. Если не повезло, то мы закрылись по стопу, скажем, минус там 3-5 процентов, там 10 на депозит, неважно. Без убыток. Вообще отлично. Но если нам повезло, мы взяли коррекционное движение, сильное, да еще и в большом плече. Мы заработали, грубо говоря, 100 процентов на депозит, легко может быть такое. Да, но депозит, соответственно, тоже должен быть на этих фьючах, не больше, чем десятая часть от того, что у вас на бинансе. То есть, грубо говоря, вы на бинансе на 90 процентов стоите в лонгах, а на 10 аккуратно шортите, чтобы если чего не было обидно. И вот вы из этих десяти, если делаете 20-30, грубо говоря, в том соотношении, да, ну, на эти 10 вы делаете 100, это получается у вас 20 или 30 становится к бинансе. То есть, у вас всего уже становится 120 от 100. Вы просто берете, короче, часть профита вот этого и перекидываете туда в лонги в бинансовские. Поняли? то есть, сейчас пока на пальцах так объясняю. Вот. Вы берете просто и это бинанс лонг. Вы просто берете и перекидываете то, что на шортили, в тот же лонг. То есть, докупаете там эфир, докупаете там, что вы там, докупаете и держите его дальше. Потом опять так. Раз, выросло еще сильнее, закрыло ваши шорты. Здесь не страшно. Вы тут 10% потеряли, прошортились. Там у вас уже 20 подросло. Понимаете? Тут вы заработали, раз, опять туда вкинули. Не обязательно только шортить, хеджироваться. Просто лучший хедж трейд, конечно, это замок. То есть, у вас там лонг, здесь шорт. Вы, если увидите, что лонг прет, вы можете и полонговать также, в десятом плече здесь постоять со стопом. Но, опять же, основные свои лонги вы не должны трогать, потому что на случай вот такого был рано, я извиняюсь, вот такого вот, да, который обязательно будет, вы вообще не должны их трогать. Вы вплоть до того, что пароль от диржи должны поменять, дать кому-нибудь доверенному лицу, кто не криптоманьяк, не знаю, там, жене там своей или маме или кому. Вот как приватку переписывают, знаете, в сейф. Вот так вот дать ей туфа этот или ему и сказать, все, не отдавай мне год или полтора доступ туда. И пускай висит этот лонг. Я практически уверен, что он даст иксы гораздо больше, чем если вы будете трейдить этими средствами. По личному опыту знаю. Вот когда не трейдишь, долго висит позиция, у тебя отлично все происходит. Главное чем-то другим заниматься еще, чтобы отвлекаться от этого. Вот. Поэтому как-то так в двух словах рассказал. Нифига не получилось в двух словах. Сори, что так долго. Но с другой стороны будем обсуждать. Добавляйтесь в телегу, добавляйте к телеграм-бот. Биткоин это просто по моей ссылке. Все ссылки в описании. Что еще вам сказать. По новостям, если пробежаться, в основном всякие, в основном всякие мемы, ржак, а вот это все. Какая-то неуверенность. Fear and Greed Index опять дополз до 60%. Все говорят, что он типа уже в стадии жадности находится. Ну, да, вот эксперты Ripple за 15 минут сломали Trezor. Короче говоря, ничего не происходит в новостях, как обычно. Ну, вот там этот телеграм судят все это. Винник голодовку объявил, бедный уже два месяца не ест. По Франции экстрадировали. Короче, всякая-всякая лабуда. Новости вы можете и без меня почитать. Даже не хочу их комментировать. Вот. А так, ну что тут скажешь. Да, и соответственно вы хеджируетесь. Вы шортите на байбите, на битмексе. Получаете профит и кидаете его туда на бинанси. Ну, вроде понятно объяснил. Стратегия стопудовая, я считаю. Даст свои иксы. Вот. А пока на этом, мне кажется, у меня все. Не забывайте ставить лайки, стопы, подписки, тейк профиты. И как-то так в целом. Что-то еще хотел сказать. А я пойду смотреть за рынком. Искать новую точку входа в лонг. Видимо. Шорт пока не собираюсь скальпить. Вот. Так что да, парабола. Парабола нас ждет, ребята. Здесь, когда никто уже не верит, я повторюсь. Здесь как раз и начинается вот такая вот история. Вот такая вот история. Вот такая история начинается. Главное вот на этих местах они могут быть и вот такие более. Вот на них все не продавать, чтобы потом не покупать вот здесь. Поэтому на них мы будем продавать хеджирующимися шортами на фьючерсных биржах. Можно и на самом бинансе, кстати, я забыл сказать. Там же есть фьючерс x125. Вот пожалуйста. Я просто их еще не пользовал. Мне больше Bybit нравится и Bitmix. Но я чувствую, что дойду до них и сделаем обзор тоже. Вот. Можно и здесь хеджироваться шортами. Можно и не хеджироваться шортами. Ловайте ребятушки и с холодной головой адекватненько. All-in не вкидываемся на всю котлету. Не лонгуем даже не то, что там шортим. Аккуратненько, аккуратненько прикидываем. Все. Стопы ставим короткие лучше. Потому что пускай лучше их выбивает. Хотя смотрите сами. Может вам наоборот длинный нужно, чтобы его не зацепило. Ну короче рассчитывайтесь. Все риски, дисклеймер, нефинансовый совет. Ваш покорный слуга фла-ла-ла. Был очень рад для вас все это вещать сегодня. И да, как-то так наверное. Мне сказали, что я долго прощаюсь. Поэтому все. Пока-пока-пока. Профита удачной связи. Всем peace. Всех обнял. Йоу. Да и кстати. Февраль. 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 Цифра.